Когда вас посылают в баню, вежливо уточните в какую. В русскую, в сауну или в какую-то ещё. И если комментариев не последует, пошлите обидчика в хамам. А, кстати, ничего страшного. Хамам – это тоже баня, только турецкая. И уверен, даже ваш раздражённый собеседник согласится в такую баню, его ещё не посылали. Так что в хамам, друзья, и помните, нет места хамам в хамаме. Русская баня с паром да свинечком нам хорошо известна. А вот что такое истинная баня на Востоке? Голым в турецкую баню, хамам, ходить не принято. Деревянные сандалии и полотенца вокруг бёдер, причём традиционно в красную клетку. Ни веник тебе, ни шайки. Так что же это за баня такая? Никаких раскалённых камней и кипящих котлов с водой вы здесь не найдёте. Температура внутри всего лишь 35-45 градусов, чуть выше, чем у нашего тела. Среди всех разновидностей бань – это самая холодная. Как же в ней париться? Хамам по-арабски – распространяющий тепло. Эту баню можно сравнить с большим нагретым каменным мешком. Мраморный пол, стены и камень-лежак – невосточная роскошь. Под всем этим спрятана целая система труб с горячим паром. Теперь понятно, почему в хамаме носят деревянные сандалии. Воздух в хамаме достаточно влажный. Но почему же мы не видим самого пара? Вот в русской бане как? Вода, попадая на раскалённые камни, мгновенно превращается в густой тяжёлый пар. Температура воздуха в два раза выше, чем в хамаме. А влажность меньше. И всё время колеблется. Приходится время от времени подливать воду на камни. В хамаме напротив. Вода с тёплого пола испаряется постепенно. Влага смешивается с воздухом. Получается так называемый лёгкий пар. Помещение тут прогрето равномерно. Пар не конденсируется. И влажность достигает почти ста процентов, даже при низкой температуре. Холодный в этой бане только потолок. Чтобы капли воды не падали на купальщиков, его в хамаме делают куполообразным. В хамаме любят заниматься кессе. То есть растираться специальной мочалкой. Мыться самому не принято. Клиентам помогает теляк, банщик. Только вместо берёзового веника у него варежка из верблюжьей шерсти или шёлка. К тому же теляк отличный массажист. Самая приятная часть ритуала – пенный массаж. В большом полотняном мешке взбивается мыло. Его делают из оливкового масла и эвкалипта. И целых полчаса тело нежно массирует. Пора в душ? Нет, в хамаме он не предусмотрен. Мыло смывают водой из этих чаш. Их называют курной. Теперь надо сменить полотенце и пройти в кейфе – комнату отдыха. Выпить чашечку чая. Как вы уже поняли, в хамам ходят не столько мыться, сколько получать удовольствие. Откроем главный секрет популярности бань у восточных женщин. Если муж не отпускает жену в хамам на целый день, то она может смело требовать развода. Как люди парятся, так они и живут. Говорят, рожа красная распаренная. А на самом деле не просто рожа. Это индикатор температуры и качества парилки. Принцип как у светофора. Зелёный цвет рожи – иди парься. Жёлтый – приготовься остановиться. Красный цвет рожи – стоп. Хватит. Напарился.